Малая родина Василия Макаровича встречает гостей с открытой душой. Если праздник, то прямо на улице. Чудики, горячо любимые Шукшиным, никуда не делись. Они делают сережки, картины из стекла, птиц из железа. Шукшинский фестиваль, самый любимый, мы каждый год приезжаем. Мне много о Шукшине рассказывали. То, что этот человек был целеустремленным. Часто сравнивали его почему-то с князьями и так далее. То, что он считает князь советского телевидения. Но какие бы статусы не давали Шукшину, бесспорно, вот что. Проникновенность и душевность его фильма, впрочем, как и всего творчества, завораживает и в 2022-м. А как оно может не нравиться? Ну как? Это невозможно же говорить. Это надо просто слушать и плакать. Я там маленький литературный кружок вела. Рассказ критики. Критики? Рассказ критики. Как дед. Снука мы любили кино. Кино в рамках Шукшинского фестиваля собирает самого разного зрителя. В этом году в программе «Полного метра» 11 картин. И, как признался председатель жюри Михаил Калинин, всех объединяет одна тема отцов и детей. Конфликт поколений, способы которыми пытаются из него выйти, отражение сегодняшней России привлекает на фестиваль десятки тысяч людей. Зачастую некоторые из фильмов настолько близки к его творчеству, что в них прям чуть ли не фразы, которые я писал в сценарии или в книгах Шукшин. Впервые с начала пандемии фестиваль прошел на знаковых местах. На горе Пикет зрители первыми услышали имя победителя 24-го Шукшинского кинофестиваля. Им стал Ильдар Ягафаров и его картина «Живы ли мы?» про обычных людей, с которыми случилась беда. Фильм рассказывает, как в непростой ситуации ведет себя семья. Василий Макарович – это наш учитель, наш идол. Я поставил несколько этюдов по его рассказам. Конечно, он очень близок. Он мне очень близок тем, что я тоже в деревне родился. Мне это очень все близко. Пожелаю, чтобы люди, когда приезжали на такие серьезные фестивали, вот о чем говорил Василий Макарович, сердцем своим делали картины, душой, рассказывали правду. Честность, которую транслирует Шукшин своим творчеством, актуальна и сегодня. Может быть, поэтому фестиваль его имени каждый год собирает десятки тысяч людей со всей России. Мария Мацеева, Вадим Быстревский. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин